В Порто Белло пираты захватили и ограбили монастырь. Морган приказал согнать монахинь и срочно изготовить дюжину приставных лестниц с такими широкими перекладинами, чтобы по ним в один ряд могли взбираться по три или даже четыре человека. Подгоняемые пиратами монахини потащили лестницы к стенам крепости. Генри Морган предполагал, что испанцы не станут стрелять по своим, по женщинам, по монахиням. Испанский комендант приказал открыть огонь. Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Бурылов. Ночь 28 на 29 декабря Среднеуральский женский монастырь был взят приступом, штурмом, ОМОНом. Знаете, мне этот штурм уже почему-то напоминает какие-то пиратские истории или истории Средневековья, когда враги России и враги Православной Церкви штурмовали монастыри. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-то штурмовал женский монастырь. Вот кроме вот пиратов Генри Моргана. Мне эта вся история больше напоминает какой-то пиратский налет. Кстати, из Среднеуральского женского монастыря были изъяты два сейфа. Очень напоминает пиратскую историю, старую, добрую. Генри Морган отдыхает. Сейчас Сергий Романов, бывший схиегумен, духовный, так скажем, наставник, монахинь многих людей, которые побывали в Среднеуральском женском монастыре, обвиняется по трем уголовным статьям. На данный момент он арестован на два месяца. Его обвиняют по статье 110.1, часть 3 Уголовного кодекса, склонение к самоубийству. Его обвиняют по статье 148, часть 3, нарушение права на свободу совести и вероисповедания. И 330-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации, самоуправство. Но официального комментария на данный момент от следствия не поступало. Я вспоминаю слова доктора Геббельса. Чем больше ложь, тем охотнее в нее верят. Похоже, еще не придумали, что лгать по этому поводу. Также был арестован, избит блогер Всеволод Могучев, который показывал жизнь Среднеуральского женского монастыря и проповеди Сергия Романова. Вот что сообщает телеграм-канал проповеди Сергия. Всеволоду дали пять суток. Сразу после того, как его выловили из такси и избили ногами по голове, затащили в комнату и устроили обыск. Изъяли всю технику. Не знаем, был ли ордер на арест. Если не было, то это незаконно. Если же был, то это уже в том случае, если человек проходит по уголовному делу, говорится в сообщении. Кроме того, есть информация, что Всеволоду Могучеву, вот как раз при этом задержание и избиение, выбили один зуб. Еще одна трэш-новость. 29 декабря, сообщает Интерфакс, Андрей Кураев, протодиакон, был извержен из САНа. Решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из САНа вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем города Москва, патриархом московским и всей Руси. А до этого в установленный срок может быть обжаловано. Отмечается сообщение Московской городской епархии. Вы знаете, друзья, вот все эти новости напоминают мне уже даже не 37-й год, когда были политические репрессии. Это уже какой-то новый виток репрессий. Раньше были политические репрессии, а сейчас церковные репрессии наступают. И обратите внимание, все дела буквально за несколько дней до Нового года. Как в свое время, помните, нам втюхали повышение пенсионного возраста во время чемпионата мира. Сейчас вот арестовывают людей. Кстати, вот по каким-то, я считаю, надуманным статьям абсолютно. То есть, Сергия Романова обвиняют в том, что он якобы призывал к самоубийству, к суициду, но он задавал монахиням вопрос, а готовы ли вы умереть за Россию? Готовы ли вы взойти на крест? И все согласились с этим, все готовы умереть. Знаете, вот это вот обвинение, это то же самое, как обвинять солдат, которые взрывают себя, чтобы не сдаться в плен и уничтожить как можно больше врагов. Как в свое время это делали десантники 6-й роты. Один из десантников подорвался гранатой и уничтожил 20 боевиков Хаттаба, чтобы не попасть в плен и уничтожить как можно больше врагов. Как в свое время один из летчиков в Сирии взорвал себя, и пропагандисты с брызжанием слюны нам рассказывали, какой это герой. По сути, вы также призываете к суициду, ребята, если разобраться по правде. Не знаю, я еще раз повторяю, в 21 году нас ждет что-то очень страшное. 20-й год вам покажется сказкой, друзья. И напомню вам еще раз, что календарей 1937 года и 2021 года совпадают день в день. В день в день. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу вот этих бесчинств. Ставьте лайки, поддержите канал, напишите пару комментариев. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Субтитры сделал DimaTorzok